Телерадиокомпания Гомель совместно с управлением образования Гомельского облсполкома проводит детский телевизионный конкурс ведущих «Юная телезвезда». Конкурс – это кастинг, в котором участники в возрасте от 10 до 15 лет должны блеснуть своими ораторскими способностями или талантами. Конечно же, члены жюри будут обращать внимание на очень многие вещи, в том числе и на внешний вид конкурсантов. Их умение держаться на сцене, дикцию, способность импровизировать, обаятельность и привлекательность. Конкурс проводится в три этапа. Первый район будет проходить до 1 мая, второй – областной – до 20 мая, и третий финал состоится 10 июня 2016 года. Освещать их будет телеканал «Беларусь-4 Гомель». Кастинг пройдет в каждом районе Гомеля и области. Жюри выберет мисс и мистера телеканала «Беларусь-4 Гомель» в возрасте от 10 до 12 лет. А также еще одну пару в возрасте от 13 до 15 лет. Будут также вручены и призы зрительских симпатий. На все вопросы, касающиеся проведения кастинга, вы, дорогие телезрители, можете получить ответы в районных отделах образования. Первые кастинги уже состоялись, и наша съемочная группа внимательно следила за ходом их проведения. Итак, к вашему вниманию, первый дневник отборочного этапа этого конкурса. Сегодня съемочная группа телерадиокомпании «Беларусь-4 Гомель» отправляется в увлекательное путешествие длиною в несколько месяцев. Мы заглянем в каждый уголок нашей области и найдем юную телезвездочку, которая будет вести в новом телевизионном сезоне детскую передачу. Сегодня состоится кастинг в первой школе города Гомеля. Именно туда мы сейчас и отправляемся. Ну вот мы и прибыли к первой школе. Интересно, какие ребята сегодня собрались на кастинг? Ну, сейчас мы все узнаем. Мы сейчас только что вышли из концертного зала. Очень нам понравилось выступление одной девочки, Валентины Громыко. Решили с ней пообщаться. Валентина, здравствуйте. Валечка, скажи, пожалуйста, ты видишь себя в роли ведущей детской передачи? Конечно. А как ты считаешь, какой должна быть ведущая детской передачи? Конечно же, веселой, доброй и отзывчивой. Валечка, расскажи, пожалуйста, о себе. Где ты учишься, сколько тебе лет, чем увлекаешься? Я учусь в первой школе, в четвертом В-классе. Я хожу на танцы, на вокал и на плавание. А чем нравится заниматься больше всего? Вокалом. У взрослых и детей мечты в душе схожи. И даже в вас всех мы зажигать сможем. Зажигаем звезды, зажигаем, Чтоб дорогу восхищали нам с тобой, Чтоб люди каждый вечер замечали, Как мы зажигаем звезды над землей. Родина – это что-то дорогое и притягательное. Кто-то из ребят сейчас активно готовится к выступлению, кто-то уже выступил. Вот мы с Алексеем решили пообщаться, он только что вышел со сцены. Алексей, как оцениваете свои шансы попасть и быть в качестве ведущего детской передачи? Ну, мы сюда пришли для победы, я считаю, сделали для этого все необходимое. Ну, а там уже жюри пускай принимает решение. В любом случае, с обоим мы довольны. Каким должен быть ведущий? Красивая внешность. Первое. Второе. Хорошая дикция. Ну и третье – дать интервью. Спасибо, успехов. Спасибо. Наш край славится своей неповторимой природой. Если бы хотя бы хоть раз побывали в Беловежской пущей, вам никогда не забыть этого сказочного места. Сегодня на конкурс вместе с ребятами их поддержать пришли мамы, папы, бабушки, наверное, дедушки. Вот, в том числе, вот у нас одна из выступающих, у нас 10-летняя Полиночка, пришла вместе с мамой. Скажите, почему решили поучаствовать в конкурсе? Ну, Полина давно очень хотела и мечтала попробовать свои силы. И мы планировали 20 февраля поехать, да, на конкурс в Минск. Вот. Ну, еще решили, что рановато, и поэтому вот Гоминский конкурс для нас стал таким первым этапом. Стартовая площадка Полиночка, как ты оцениваешь свои возможности? Ну, я думаю, что вполне все возможно, если продолжить не запинаться и стараться. Людмила Станиславовна, скажите, кого поддержать пришли вы на кастинг? Я пришла поддержать сюда свою внучку Лисебенко Софию. Она недавно приехала с Минска, заняла второе место на конкурсе сердцов. Имеет награды, дипломы. Так что стараемся. ...ребята, которые, несмотря на свой юный возраст, под руководством Геннадия Александровича Близко... ...белорусскую мову можно поравнать с райским требам, прихожим, плодоносным и неувятальным. Первый кастинг состоялся. Он прошел в Новобелецком районе Гомеля. Ребята из других районов продолжают готовиться. Следующий кастинг состоится в Железнодорожном районе областного центра. Отправится на него мой коллега Александр Гомеля. Пока-пока.